всем привет дорогие друзья всем привет из канады сегодня мы в заре и сначала я подошла посмотреть какие есть новые украшения действительно посмотрите какие интересные необычные серьги я даже не очень поняла из чего они сделаны но выглядит необыкновенно ну вы знаете моя любовь к украшениям из зарок они очень необычные очень красивые конечно же я не могла пройти мимо вот рассматривала их еще одни серьги тоже посмотрите какие я думаю что они сделаны из камней я не проверяла можно посмотреть на веб-сайте на их веб-сайте всегда есть описание из чего сделаны те или иные украшения вот и вот эти вот посмотрите какие они интересные я думаю что это стекло вставки из стекла очень такие необычные ну и конечно же не который уже сезон рулят вот эти вот броши броши цветы из ткани они есть виде броши есть виде таких вот шарфиков с приделанными брошками очень они модные которые уже сезон и в общем продают их много во всех магазинах в том числе и в заре конечно еще немножко сумочек я даже не знаю это больше сумка или ювелирные украшения если честно то по моему если в руках держишь такую сумку то никаких украшений уже не нужно она сама представляет собой ювелирные украшения ну а теперь давайте пойдем примерочную увидимся уже там еще хочу добавить что мне пришлось переделать видео немножко поменять его и из-за музыки копирайта который youtube выставил мне в претензию и поэтому некоторые куски видео будут записаны в убыстренном темпе смешным мультяшным голосом прошу покорно меня простить за это но что делать против ютюба не попрешь я много не снимала в магазине потому что неимоверное количество людей примерно отстояла наверное минут 20 я хочу сказать распродаж закончена но тем не менее у нас количество людей не уменьшается в зале примерочная тоже стоит очередь очень популярный в канаде магазин потому что все остальные безумно дорогие и покупать у них особенно нечего все фасоны где-то 20-летней давности плюс та же синтетика причем за сумасшедшие деньги если в зале что-то будет синтетическое из полиэстера стоит 50 долларов то в канадском магазине тот же полиэстер будет стоить 200 плюс еще есть промодные 20-летней давности фасоны поэтому все толпятся в зале значит вот такие у нас будут примерки много разных смотрите вот это вот накидка очень интересно я хотела ее примерить потому что я видел ее на веб-сайте это такая блуза блуза кейк интересно хочу померить нужен костюм такой брюки и вот что-то в полосочку вот такое что-то барби меня не отпускает а я сегодня в платье босоножках и помните я вам показывала вот эту вот брошечку вот так вот я ее применила мне здесь такой большой вырез все расходится я и так застегнула видите за на грудях чтобы не расходилось у меня платье в общем получилось такой а и сережки тоже такие знаете под тоже винтажные я по-моему вам их не показывала это было еще с тех времен когда я еще не показывала свой винтаж я покупала давно в общем такая барышня гимназистка ой бабушки гимназистка и давайте будем примерять и смотреть что я принесла и как всегда надеюсь что будет интересно ну что я начинаю с костюма брюки и жакет бортный все размер large я вам скажу брюки мне прям впритык и пиджак тоже прям впритык ну так если живот втянуть то нормально я еще принесла под него вот такой вот топик малиновый просто я хотела что-то такое яркое контрастно там были такие черные белые пункты ярко зеленый я выбрала этот потому что мне показалось костюм такой классический песочного цвета что к нему будет красиво что-то яркое костюм симпатичный мне кажется здесь лен но он прямо прям маломерит знаете или я больше мере опять что-то я вроде не не поднабирала за последнее время не поднабрала все в том же весе но что-то даже large мне как-то вы знаете что я скажу вам что я утром примерно на размер меньше чем вечером честно слово то что я на себя утром надеваю потом за целый день сидя на работе там перекусывая я к вечеру как-то наливаюсь так скажем особенно в районе живота я вам сниму вот так чтобы вы видели его полностью как он выглядит этот костюм брюки чуть-чуть длинноватый вы не видите чуть-чуть их надо было подкоротить брюки очень симпатичные классические просто вот такие вот видите просто классические брюки мне кажется они чуть-чуть светят правда вот этот топик просвечивается здесь просто вот этого торчит сенсор который должен бибикать на выходе если кто-то решит его стебрить эти штаны в общем вот такие вот брюки очень симпатичные брюки топик у меня тоже размер large он очень плотный он так меня облегает можно было бы экстралар сейчас я жакет сниму я покажу просто как бы я так вот под низ под что-то его можно носить а вот просто без ничего без жакета он конечно такой немножко узкого состав жакета очень хороший 52 лен и 48 хлопок а подкладка стопроцентный ацетат и стоит он 120 долларов не очень много вот по нашим ценам это не страшно не смертельно значит это был размер large видите здесь написано что он сделан сольном я кстати хочу вам сказать смесовая ткань я хочу вам сказать что вот видите здесь на этикетке есть такой квадратик я недавно где-то видела что в заре есть этикетки с разными вот этими обозначениями если треугольник то это маломерка есть лишь кружочек это значит что одежда большими лет а если квадратик то это значит что она в размер в размер так вот мне размер в размер large так очень очень плотно если бы здесь был кружочек возможно что он на мне бы посидел по свободнее но я вам хочу сказать лен с хлопком и ацетатная подкладка за 120 долларов это правда вот не очень дорого брюки имеет такой же состав 48 лен 52 хлопок или наоборот 52 лен 48 хлопок стоят они 69 долларов 70 долларов это тоже был размер large и вот такая же такая же квадратненькая квадратик такой на на пирке что означает что она идет размер в размер я вам хочу сказать не все не вся одежда в заре имеет вот эти обозначения некоторые не имеют поэтому как бы можно надо ориентироваться в том случае если имеется такое обозначение оси нету не только кажется что они чуть-чуть прозрая светятся эти брюки может ну лед хлопком немножко они светят но если длинным вот этим жакетом топ этот совсем дешевый ну конечно полистр размер ларши он стоит 19 долларов принципе недорого для такого у него красивый такой вырез круглый для такого топика знаете подадите под что-то вниз если вы хотите какое-то яркое пятно под жакет там под кардиган то вот он вполне вполне сгодится тоже видите вот этот квадратный квадратное обозначение то есть все что с квадратиком мне нужно экстра ларш а все что кругленькое то что в большей мере мне нужен ларш а все что треугольное мне вообще надо ничего не надо никакой размер никакой мне не подойдет я хочу вам сказать что очень жаль что они на веб-сайте не пишут не ставят вот это же обозначение возле вещи которые они продают потому что эти детку не всегда можно разглядеть на фотографии а вот если бы они вот ставили вот этот квадратик или кружочек возле описание вещи то было бы намного удобнее может и делать может я просто не обращала внимание на это ну в общем короче чтобы вы знали вот еще я примерила вот это прекрасное платье но по техническим причинам видео не записалась остались только парочку фотографий следующим кадром будет я померила его еще с жакетом и в общем очень жалко но так случается у блогеров что иногда происходят какие-то технические неполадки так что вот сожалению осталось только пару фотографий и вот я его надела с жакетом что вот если вы хотите прикрыть живот вот вам жакетик сверху надеваете он поляки все в порядке ну и плечики закрыть чтобы если холодно да он кстати такой с плечами с большими этот жакет вот так-то она выглядит симпатичным к все торчит жакет мог бы быть и побольше мне кажется что вот для этого платья нужен был такой прямо оверсайз оверсайз жакет они это такой довольно приталенный но за счет плечей как бы он очень плечи большие уменьшают талии то есть вот я застегнула и прямо такая знаете форма потому что вот эти плечи как бы они очень эмфасайз как это сказать ну подчеркивают сейчас полный рост сниму видите как неплохо правда ну тут получается что как будто платье как будто выглядит как юбка но если расстегнуть его то видно что это платье вот такая вот красота у нас так платье кстати стопроцентная вискоза никакая не синтетика и стоит она 80 долларов размер large и вот видите кружочек на на бирке и вот такой вот она сделана видите у него есть я повторюсь я однодел и сняла его не расстегивая молнии и что еще удобно что у него регулируются бретельки это очень удобно вот эти вот складочки у него пришиты вот здесь вот вшиты сбоку шве назад и вперед общем мне очень нравился расцвет просто потрясающая осенняя расцветка вот такой переходного периода от зеленого к желтому то есть от лета к осени ну не знаю почему-то я прямо влюбилась в этот расцвет как мне она понравилась и вот с таким спокойным каким-то бежевым пиджаком жакетом мне кажется очень красиво вот смотрите какая тельняшечка симпатичная правда великовато мне немножко мне нужно было размер поменьше по моему это large был медиум я испугалась что я остановлюсь мало вот здесь но она мне довольно большая вот это вот действительно вещь которая большими лет я принесла такие вот брюки очень мне понравились базовые на высокой посадке вот такие вот брюки с карманами высокой талии с поясом все стилисты их попали сказали что они вышли из моды но мне они по-прежнему нравятся мне кажется они очень красиво сидят и мне кажется что они никогда не выходят из моды их можно с любой блузкой надеть или даже с таким вот топиком или вот с таким вот свитером если его подзаправить единственное что вот этот свитер конкретно неудобно вот так заправлять потому что он очень широкий и довольно длинный можно в принципе если постараться как следует заправить его аккуратненько одесса что здесь карманы и тогда получается что карманы уходят если вы заправляете а это не интересно мне кажется что этот свитер был бы лучше бы выглядел вот с этими брюками с такими знаете длинными широкими брюками может я потом померяю вместе вот ночью свитерок такой приятненький симпатичный полосочку рукав такой не очень длинные и карманчик прикольненький мне нравится свитер стопроцентный полиэстер и видите это оказывается размер medium даже а он не прям такой довольно большой то есть мне должно было смол наверное ну как бы можно было бы смол стоит он 56 долларов недорого и видите здесь на этикетке никаких не кружочков не квадратиков то есть понять его как бы большимерит большим большимерит или маломерит он вообще совершенно невозможно но ведь и потому что у них не на всех вещах есть вот такие вот этикетки ну вот такой вот он не очень дорогой 56 долларов но такой довольно симпатичный и на раннюю осень очень хорошо пишем тоненький такой легкий удобный симпатичный я вот примерила с этим топом чтобы показать вам как они эти брюки выглядят мне кажется они очень симпатичны мне нравится я люблю такого плана брюки высокой высокой посадки с поясом мне кажется они как-то удлиняют ноги и в общем длина у них хорошая они не очень длинные мне кажется что они вот для девочек таких не очень высоких не очень длинноногих вот они мне кажется хорошо и топик вот этот я вам еще показать как он сидит он очень плотно облегает единственное что если его под что-то носить или вот внутрь вот в такой вот брюки и желательно сверху заступить на кинуть потому что он такой очень в облипочку очень вот такие брюки боже мой какая вещь вы себе не представляете это такой как топ кейп в общем вы должны понимать на веб-сайте он был надет вот с такими же красными брюками широкими такими палаццо костюмом и это просто потрясающе что-то необыкновенное я таких брюк не нашла у нас магазине у нас их нету я вот оставила эти можно черные но черное это было бы очень драматично красное и черное я оставила вот эти вот бежевые такие нейтральные можно даже джинсы по моему чтобы немножко снизить уровень его так сказать нарядности он даже не нарядный и он вообще какой-то необыкновенный космический посмотрите что здесь происходит вот такая вот штука я сейчас наверно вертикально сниму чтобы он лучше было понятно смотрите смотрите какая вещь у него вот так здесь вот так вот он сзади отрезан вот так вот он вырезан отрезан вот так видите вот здесь есть такой как будто бы дырка для для русских с этой стороны он вот такой вот тоже длинные здесь такой как будто бы рука вот такой вот потрясающе потрясающе интересная штука мне очень это нравится и вы знаете что я вам скажу что я взяла и они есть размеры экстра смол смол и видим марш если смотри пока я взяла мне кажется я взяла видео марш но это снова снова тоже нормально он как бы совершенно безразмерный но это конечно вещь прямо ну не на каждый день безусловно но эта вещь statement piece что называется если вы имеете такую вещь что это так сказать ну я не могу сказать что ты в пир и в мир это вообще не в пир и в мир это именно в пир вот мир как быть такой в таком ходить немножко не совсем то вот и конечно и вот с такими же повторюсь там на веб-сайте картинка вот с такими же такого же цвета алые брюки и это просто бомба вы видите как он длинный он сзади практически до пола потрясающая интересные сделаны с полиэстром стоит он 100 долларов немало немало видите это медиум марч в принципе вполне можно это смол смол брать тем более что не вот этот кружочек он большими если можно вообще говорите размере вот такой вот такой вот вещи да он не дешевый знаете ли это такая вещь интересно поэтому наверно столько интересные брюки синтетические размер large я примеряла стоят они 66 долларов видеть его тоже вот квадратик то есть они размер в размеры ну брюки такие классические каждый год они продают неплохие такие базовые для работы хорошо и вообще в общем для любого случая хорошо единственное что вот брюки с высокой талией пояс видите так всем хорошо и собственного опыта хочу сказать что если вы идете куда-то ресторан кушать например да и вы собираетесь много много съесть то вот это вот высокая талия высокая посадка нам упрется вот в подгрудье и как бы вам будет не очень комфортно если вы съедите лишнего собственного опыта знаю а если просто так то вполне можно смотрите я поверила этот топ вот с такими брюками широкими мне кажется так лучше единственное что все равно мне кажется он должен был бы быть вот вот такой хотя бы то есть фактически я на размер вот так на размер меньше мне кажется что он когда от того что он очень широкий он меня еще больше меня делает еще больше это размер видео мне прям реально нужен был смол сто процентов вот если вот так он выглядит это было бы намного лучше с брюками с такими широкими брюками это выглядело очень посимпатичненько по симпатичному но размер конечно великоват а так в принципе только симпатичность и так ну и девушки не прошла конечно я мимо вот такую вот платье хоть у нас уже и лето кончается но я вам хочу сказать во первых канаде лето официально заканчивается 22 сентября поэтому у нас еще есть много времени здесь во вторых это платье на на курорт на море на круиз на в мексику демника ну куда у нас еще народ ездит на короче на карибы короче вот на карибский курорт это самое то оно длинное оно прекрасное оно такое вот это вот американская же пройма вот такой вот горло очень симпатичная вот эти вот пайетки здесь и то есть как бы блеск есть но немного блеска немного вышивки будут симпатичные же тоже очень удобный фасон широкий такой на спине видите такая тоже американская пройма она с подкладкой не знаю что за состав посмотрю видите подкладка внизу оранжевая потрясающе в том вот вот этому оранжевому очень платье очень прикольное короче если вы собираетесь накрыть или на карибы девочки вот это самое то я сейчас смотри сколько она стоит это просто ну и только почему я думаю что он какую-то вечеринку такую знаете как нарядное платье вы вполне можно надеть она такая немножко этническая немножко бога такой хиппи но очень даже неплохое мне понравилось прямо очень причем по-моему это размер медиум но она мне нормально не было large я хотела взять large но мне кажется что имидиум хорошо как вам она мне очень так платье сделано из вискозы и подкладка из полиэстера но само платье вискозное видите какие красивые здесь какая здесь красивая вышивка красивые пайетки здесь тоже что-то блестящее какое какая красотища сколько красота стоит ого красота стоит 130 долларов но красота и стоит размер медиум я примеряла и как вы видите здесь вот этот круглый значок который означает что платье большом мире поэтому видим не был нормально единственный недостаток очень большой я считаю это вот застежка здесь то есть в одно лицо вы его не застегнете вам желательно чтобы кто-то помог его застёгивать и расстегивать то есть вам нужен кавалер в этом платье самой вряд ли вы из него ну тут можно конечно можно раз влезть в него в расстегнутом виде в застегнутом виде вас голова вот здесь вот не пролезет сто процентов поэтому его надо расстегнуть и хотя бы на одну пуговичку застегнуть хотя если честно я перед вами стояла в расстегнутом. Я не застегивала, потому что я поняла, что я сама не справлюсь. Если вы не будете сильно уж так придираться, или у вас там длинные волосы распущены, это не будет видно, что оно расстегнутое, то вполне можно оставить его вот так вот. Оно с вас не упадет, поверьте мне. Вы вполне можете его не застегивать. Вот такой вот симпатичненький. Не дешевая, но очень необычная, оригинальная вот такой вот платья. Ну все, девушки, намерились, напримерялись. Пошла я домой, я с работы, как всегда. Кто удивляется, что я хожу на работу в таком нарядном виде? Ну вот, да, ну вот я так хожу. Я знаю, что те, кто живет в Канаде или в Америке, я понимаю, почему вы удивляетесь, потому что здесь очень редко кого можно увидеть на работе вот в таком вот платье, на каблуках, с какими-то брошками, понимаете? Это очень что происходит. Это очень не по-канадски, и я вам больше того скажу, что еще если до ковида у нас существовал какой-то дресс-код на работе, то после ковида мы ходим на работу два раза в неделю все. У нас реально, да, мы приходят в спортивных штанах, в худи, в таких спортивных кофтах на замке, и в кроссовках. А я вот хожу вот так, и поверьте мне, что я одна такая на работе. Никто больше так не ходит. Сначала они удивлялись, потом привыкли и перестали удивляться. Вот. А на сегодня все, дорогие девушки. Люблю, целую. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы присоединитесь к моему каналу, если вы еще не подписаны, и поставьте мне лайк за мои старания. А с вами была Дита из Канады. Всем пока-пока-бай!